Здравствуйте, дамы-господа! Как у вас настроение в селе? Отлично, с вами прекрасно, ваша вселенная! Сегодня мы с вами находимся на острове Новая Голландия и беседуем о шагах. Как много шагов вы делаете ежедневно? Пишите, кстати, в комментариях. Вот мы с Мишей недавно прошли 51 тысячу шагов, то есть позавчера это было, а за вчера 46 тысяч там вышло с копеечками. И сегодня еще не за горами на шагать больше, естественно. Но это был не рекорд, а рекордный день. У меня был 52 тысячи 600, что ли, в этом году летом, когда мы стримили на улице, ходили. Тоже в Санкт-Петербурге, кстати. Я такую вещь интересную уловил, что в Москве шагов делается меньше, чем в Санкт-Петербурге. Поэтому здесь можно нашагать достаточно много, если так путешествовать и вообще общаться с людьми активненько. Собственно, друзья, в чем же преимущество нашагивать много шагов? У меня есть еще один знакомый, Михаил, он из Краснодара, и он нашагивает 20 тысяч шагов. Возможно, кто-то помнит у него никнейм «Силиконовая Зина» на Твиче. Он нашагивает 20 тысяч шагов, точнее, ранее нашагивал, и он был с некоторым таким излишним весом, но нашагивает 20 тысяч шагов без каких-либо таких мощных усилий, там, с едой. То есть он не изменял свой режим питания особо сильно. Он, так скажем, хорошо так схуднул, точнее, сбросил вес порядка 16-20 килограмм. То есть очень хорошая вещь, если ежедневно шагать, наполняться такой вот силой. Соответственно, сколько времени потребуется, чтобы нашагать это количество шагов? Мне кажется, 2-3 часа. Я думаю, ежедневно, если шагать, то можно нашагать как раз-таки 20 тысяч шагов, и тем самым вы можете сбросить вес. Соответственно, вопрос такой, с какой целью я записываю этот видеоролик? Хотелось бы, так скажем, привлечь ваше внимание к тому, что можно шагать ежедневно. Это позволяет порадовать себя, потому что чем больше вы шагаете, тем радостнее вы становитесь. В большинстве случаев, если, конечно, вы там не прям супер-мега везде шагаете, хотя и так может повышаться тоже настроение, движение жизни, как говорится. И, естественно, это хорошо для здоровья, плюс дышите воздухом, смотрите на визуальные различные объекты, взаимодействуете, вполне возможно, с ними через хаптиковские различные свойства тактильные, то есть осизаете их, тоже хорошая вещь. И, что интересно, еще узнаете больше о своем родном городе, либо же неродном городе, возможно, вы живете где-то еще, и, соответственно, узнаете больше пространств интересных, возможно, исторические особенности, плюс также, если вы художник, то наполняете образами свою головушку, смотрите, вот как там выглядят наши указатели, например, чтобы нарисовать указатель, да, у вас какая-нибудь картина будет, и вы можете нарисовать этот указатель. Плюс также можете нарисовать и прудик, и там речушечку, если какая-либо вам заходит, привидится в головушке для рисования на вашем холсте, да, соответственно, вы можете это изобразить, плюс лужаечку и так далее. То есть это позволяет насытить ваше воображение новыми визуальными образами, которые вы запечатляете с помощью вашей сетчаточки, ну, глазиком, да, хрусталик там и так далее, в общем, органами зрения, которые потом в мозге обрабатываются. И очень интересная вещь, что благодаря таким вот путешествиям я начал намного лучше знать Санкт-Петербург. То есть из-за того, что я ходил, там очень много, я Санкт-Петербург, кстати, знаю намного лучше, чем Москву с точки зрения вот именно мест, куда, где посетить что-либо, где много людей находится, если необходимо с кем-то познакомиться, взаимодействовать и так далее. То есть такие основные места, да даже больше, чем основные, то есть и подосновные, если мы можем так назвать их, значит, как множество, подможество. Хотя это даже больше не множество, подможество, а просто дополнительный таки радиус, да, вот мне основные, это будет радиус, а мы там расширяем такое расширение и делаем, то намного больше места узнается. Я здесь жил 6 месяцев, в принципе, в Санкт-Петербурге. И плюс также... О, черепенок бегает! Здесь жил 6 месяцев. И плюс также посещал частенько на стримах. Но в Москве я жил достаточно продолжительно. До сих пор, можно сказать, практически в Москве живу. Частенько туда езжу. Поэтому, можно сказать, в Москве я пробыл большее количество времени. Но в Санкт-Петербурге я находил большее количество шагов и больше интересовался местностью, как здесь все устроено. И за, получается, ну, наверное, в сумме, сколько я здесь провел времени? 8,5 месяцев, наверное, в Санкт-Петербурге. Потому что 6 месяцев прожил. И плюс также посещал тут различным образом. 8,5 месяцев примерно здесь было. 8,5-9. И уже в центре ориентируясь. То есть вчера для Миши проводил экскурсию. И то, и это, и это, и это. Плюс также складывается на это, что я работал в отеле. И там для того, чтобы взаимодействовать с гостями, которые приезжают, необходимо знать много о городе. Особенно о таких местах, которые стоит однозначно посетить. Естественно, такой факт эти внутрь своей головушки кладешь, запоминаешь и так далее. И потом копчики достаешь, как инструмент своеобразный для коммуникации. Да, в общем, друзья, ходите больше, радуйтесь жизни. Все у вас получится. И изучайте новое. И насыщайтесь интересными событиями. То есть радуйтесь, интересуйтесь, с какой целью здесь стоит столько стульев. А, ну, кстати, здесь стоит столько стульев по той причине, что, вероятнее всего, лужаечка. И тут события частенько происходят радостные. То есть люди собираются на лужайке в какие-нибудь фестивали и так далее. В общем, спасибо большое за просмотр. Желаю вам успехов. И до новых встреч. Всем пока-пока. Бай-бай.